Приветствую вас, я Лидия, и сегодня снимаю очередное видео из рубрики, теперь уже постоянной, пока поразительной на каждом шагу. Хочу рассказать о некоторых феноменах, которые меня поразили, в первую очередь, конечно, о чем я и хочу донести до вашего сведения. Ну, о чем еще сказать? Ну, во-первых, скажу, дабы подвести научную основу под всякие эти поразительные феномены. Академик Вернадский в свое время разработал теорию и подтвердил ее о том, что существует в голоземном пространстве информационное поле Земли. Назвал он ее «Ноосфера». То есть в этом информационном поле хранится абсолютно вся информация, абсолютно о всех людях, о всех событиях. И не только о действиях, но и о мыслях. То есть мы говорим о том, что мысль материальна, безусловно, и она тоже хранится. Поэтому каждое наше слово, каждое наше мысль, все это отображается там, в «Ноосфере». Ну и, соответственно, когда существует подобное явление, то надо полагать, что и войти в него как-то можно. Вот этот феномен, то и вхождение при измененном состоянии сознания в трансе, и имеет возможность, то есть вот такую способность, некоторые феномены, которые вот это вот «Ноосфера», как бы отрождение, талант, искра Божия, назовите это как угодно. Возможно, здесь ещё и перекликается наша энергетическая сущность, душа, как мы говорим её. Она и на том свете, то есть в каком-то ином мире, куда уходит живой человек, она там не успокаивается, она работает тоже над собой. И существует теория, что она занимается тем же делом, каким занимался человек и на Земле. То есть если ты композитор, ты творишь, если ты художник, ты творишь. Но мало им там творить, они зачастую имеют такое непредалимое желание донести свои творения из той реальности, из того иного мира, до нас живущих. И вот некоторые, так сказать, случаи, это и возможность, вернее, желание помочь людям, перед всего. Вот такое непредалимое желание, когда они пытаются через живущих, ещё пока на Земле, помочь людям. Вот хочу назвать, перед всего, поразительного пророка, его назвали ещё спящий пророк, это Эдгар Кейси. И он скромный фотограф Америки, просто никакими талантами не отличался. Но тем не менее, вот эта возможность входить в изменённую сцену сознания в транс, он при этом как бы засыпал. Как бы засыпал и видел картинки из будущего, из прошлого и так далее. Он предсказал, и о том, что, ну, то, что он вторгул мировую войну, точно да, это надо было, потому что я об этом не говорю. И прочие события он говорил о том, что мы откроем Атлантиду, вот эту мифическую, которую уже копья сломали, всё ищет, ищет столько времени, и никак найти не могут. Что по этой лапе эсфинкса, одной из лап, имеется ниша, и в ней хранятся какие-то знания прошлых цивилизаций, о чём тоже станет известно. В общем-то, учёные уже просканировали, так сказать, эти лапы, там действительно имеется какая-то ниша, но что там в ней власти, так сказать, египетские, покуда, не разрешают ни вскрыть, ни посмотреть более детали. И так далее. Но особо он отличался лечением людей. Вот в состоянии транса, по письмам и по тем, кто приезжал к нему, со своими болезнями, проблемами, он, вот в этом трансе самом, называл, чем, как лечиться. Таких вот рецептов тысячи, тысячи, в оконцовке, не в оконцовке, а спустя какое-то время, стали просто синографировать вот эти вот советы. У каждого, причём больного, был совершенно разный, не схожий с другими, даже если болезни другие, он называл травы и другие ослодобия, которые помогали всем людям без исключения. Ещё мне поразил случай в Южной Америке. Там безграмотный совершенно крестьянин. Вдруг, кстати, открыл в себе способность, будем так сказать, оперировать обыкновенным кухонным ножом, без всякой стерилизации, без тщательной отмывки, как это хирурги делают и так далее. В своём доме он стал принимать, приезжающих к нему, а стали к нему приезжать тысячи и тысячи граждан со всего света. Ну, как он говорил сам, как бы за ним стоят трое, двое или трое целителей прошлого, то есть, которые обладали виртуозными техниками, причём такими техниками, которые пока нам не доступны, куда-то в нашем хирургах. Это не методика какая-то, он просто по наличию, то есть, с утра он встаёт, позавтракал, выходит, так сказать, в свой, будем так сказать, комнат, кабинет, так сказать, приёмный, уже ожидает этого масса людей. И заходит буквально 1-2 минуты, без всякого обезболивания, без ничего, он производит операцию. Он изымает больные органы, всё это моментально тут же, как бы под его рукой срастается, остаётся там буквально какой-то шрам, и всё. То есть, он в день принимал свыше ста человек, в день принимал свыше ста человек, и поэтому исцелил просто невероятное количество людей, как я говорил, тысячи и тысячи. Видимо, из той же оперы эти филиппинские хилеры, вот ни в одной, это, видимо, какое-то место силы на Филиппинах, потому что больше ни в одной стране мира такого вот шиномена не наблюдается, когда они производят операции, вообще без всякого, так сказать, орудия, даже без кухонного ножа, а только руками, раздвигая ткани, изымают какие-то образования, больные части органов, и всё, и человек здоров, будем так говорить. В связи с этим хочу сказать, вот о чём я говорила сначала, что из иной реальности, из иного мира, особо одарённое, гениальное, пытается донести свои произведения, которые написаны были уже, когда они ушли туда, и происходит это посредством автоматического письма. Этот филиппин, он достаточно известен, это не единичный случай, а очень-очень многие. Женщина по имени Роза, фамилия сейчас уже забыла, где-то на Европе, то ли в Швейцарии, то ли ещё какое-то состояние, неважно, вдруг на неё находит, она вообще нот на грамоту не знает, вообще никто не знает нот на грамоту, ни одной ноточки даже написать не сможет, ну, как я, например. И тем не менее, вот её избрали, и вот находит, вот впадает такое состояние транса, когда она берёт листы бумаги, совершенно не сознавая этого, и пишет, пишет ноты, пишет произведения, причём эти произведения, значит, известнейших композиторов типа Листа, Шумана, Бетховена и других, она как бы, они ей надиктовывают, и она всё тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, всё это происходит очень быстро, и исследование только отлетает. И эксперты, ознакомившись с этими нотами, с этими произведениями, просто дали однозначно заключение, что это действительно произведения этих композиторов, и никакие иные. То есть подделать руку автора какого-то, либо композицию какую-то можно, так сказать, подражательством заниматься, но в полной мере это никогда не частино, то есть эксперты всегда узнают, действительно ли это настоящая, или какая-то подделка. Вот меня ещё поразил Фаб, тоже общеизвестный, это путём автоматического письма было дописано произведение, через один констер, которое он при жизни не успел закончить, где-то четыре страниц, да, из Таймонда, Друда, если меня не изменяет память, что-то такое. Да, путём автоматического письма это произведение было закончено, и эксперты пришли однозначно к поводу, что это почерк, что это стиль, это язык, ими начались за дикимицей, и никого иного. То есть это никакое неподражательство. Ну вот, что касается вот этих вот феноменов, ещё я хотела сегодня вам рассказать, его называют ещё русский Острадамус, но уж я так полагаю, Острадамус далеко до нашего русского, потому что до сих пор расшифровывают эти Катрианы, где там зашифрованы были его предсказания, есть они там или нет, то есть путём, так сказать, сопоставления уже прошедших событий, потом выискивают какую-то подходящую Катриану, и вот приходит к выводу, что Острадамус это предсказал много лет назад. Так или не так, достаточно сложно сказать. А вот наш русский пророк, его назвали ещё Вещий Авель. Авель, который родился в 1757 году в Тульской губернии, в семье крестьянина, и звали его Василий Васильев, даже так, Трифкубе, будем говорить, Васильев, он же Василий Васильевич Васильев, таково его мирское имя. Ну, каких-то вот в детстве особого дарования он не проявлял, видимо, не время ещё было. Вот. Женили его родители очень рано, хотя жениться он не хотел, но тем не менее в браке родилось трое детей, а потом он просто ушёл из дома. Он попросил родителей позволить ему уйти из дома, те как бы не позволили, но тем не менее ушёл, хаживал по всем городам и весим длительное время, работал, где только мог, на хлеб на суще зарабатывал, потом однажды он сильно болел, видимо, болезнь была очень смертельная и тяжёлая, он молился, так сказать, свыше всему, что если я излечусь от этого недуга, то я посвящу всю жизнь ему служению верой и правдой. И правда, ему молитва была услышана, он исцелился, поправившись, он отработал на верфи, тогда он работал на верфи ещё год. В 1785 году вернулся домой и стал опять проситься у родителя отца уйти, который ему снова не позволил, тем не менее он оставил жену и своих троих сыновей. Добрался до Валаама, где поступил монастырь, и принял пастырик под именем Авелем. Вот под этим именем он в веках и прославился, это наши дни. Через год, получив благословение игумена, он удалился в пустыню. Ничего не поминает. Тут же, значит, приходит на память Иисус Христос, который удалился на 40 дней в пустынь. И Авель то же самое, я вас хочу процитировать, то же самое, как говорится в Библии Иисусу Христу, искусов там было немерено, и всякие демоны были, кто только его не искушал, а чем только не искушал. Но он взял это. Так вот, и Авеля тоже. «Попустил Господь на него искусы великие и превеликие, и послал на него тёмных духов множества и многое. Да искуситься теми искусами, яко златов горнили». Но всё это преодолел мужественный странник, пустынник. И тогда Бог открыл ему тайны, что будет ему и что будет всему миру. Вот отсюда Авель отправился в долгие странства, и он странствовал где-то 10 лет. В оконцовке однажды явился на послушание в Николы-Бабаевский монастырь Костромской епархии, и здесь он написал свою первую книгу. Сделал пристрашенную книгу пророчеств. И когда сочинение попало в руки епископа, то тоже перекосило от такого святотатства. Речь в нём шла о скорой кончине самой императрицы Екатерины Великой. И велел Иерак препроводить монаха, в Костромской строк, откуда его под коровом переправили в Петербург. Ну, там в тайной экспедиции завели, естественно, дело, о котором вскоре стало известно, конечно же, Екатерине Второй. Та впала в истерику, когда услышала о дне, месяце и годе своей смерти. Ну, надо полагать, любой бы впал в такую истерику. Сотлали этого бедного Авеля в Швейстенбургскую крепость и поместили, как особого государственного преступника, в единочную камеру пожизненно. Пожизненно. Ну и что вы думаете? Конечно же, вскоре, буквально, и вот начисляли в 1796 году, спустя буквально несколько времени, 16 января этого года, императрица Екатерины Великая скончалась. На трон зашел сын Екатерины Павел, как вы знаете. Ну, один из его подчиненных, князь Курахин, разбирая секретные бумаги, наткнулся на пакет и обнаружил в нем ту самую зелопризрачную книгу. Прочитал, и волосы у него стали дыбом. Ну, более всего, конечно, его поразило вот это роковое подсказание Авеля о кончине Екатерины II. А главное, зная склонность Павла ко всякому мистицизму, Курахин преподнес императору подарочек в кавычках. Павел заинтересовался персоной, появленного пророка, и приказал немедленно доставить его во дворец. Во время беседы Авель со свойственной ему, так сказать, прямотой, назвал дату смерти самого Павла, и заодно подрек судьбы империи на 200 лет вперед. Он так и сказал, что коротко будет царствие твое. На сапроне Иерусалимского в обочивание своей будешь задушно злодеями, кое греешь на царственной груди своей. Вот так он будто бы заявил Павла. Вот так оно и вышло, как мы знаем. Тогда же, якобы, и появилось знаменитое завещание Павла, которое он велел скрыть своему потомку через 100 лет. Ну, об этом я скажу немножечко попозже, или даже забегу вперед, через 100 лет, то есть в 1901 году Николай II, последний император, в России вместе со своей женой Александрой Федоровной, поехал, значит, в Гатчину нашел, вот это самое завещание Павла, ознакомился с предсказанием Авеля и вернулся оттуда весьма задумчив. То есть тогда, вот я об этом скажу позже, и было предвлечено будущее не только императорской семьи, но и России всей. Как дальше развивались события? Значит, взошел на престол, так сказать, вернее, Павел-то отпустил, это Авель на все четыре стороны. Ну, так это или нет сказать трудно, известно лишь, что на Воламе Авель не успокоился, несмотря на то, что был заточен до того. Он опять взялся за первым и написал вторую книгу, пророчество. История повторилась. Среди монахов случился страшный переполох, в Писании отправились в секретную палату и снова заточение в крепость. Между тем, предсказание Павла сбылось, и, как мы знаем, что в ночь 23-24 марта 1981 года он погиб от руки заговорщиков. Но пророчество Авель не сбылось прямо в точности. В 1802 году представитель напишет свою третью книгу, в которой предвещает сожжение Москвы в 1812 году. Ну, как обычно, нашлись «добрые люди» в кавычках и донесли об этом Александру Первому. Обеспокоено не столько пророчеством, но и тем, что он посеет всякую смуту, слухи в ума и сердца подданных. Это пророчество просто счел совершенно абсурдом, нелепым и невозможным. Поэтому Авеля перевели на Соловки и повелел тогда Александр Первый и быть там ему до тех пор, пока не сбудут своего пророчества. Спустя 10 лет после пожара в Москве, как это и предсказал Авель, Александр, обладавший отличной памятью, отдает приказ доставить Авеля приема светлые императорские очи. Царская депеша вызвала, так сказать, страшный переполох на Толовках. И у настоятеля Соловецкого монастыря он посчитал, что если Авель пристанет к Александру Первому и тут доложит ему о всех ужасных порядках на Соловках, которые были заведены, он предсказался, вернее, доложил, отправил депеши, что Авель болен и поехать не может. Тогда Авель сказал, что если меня не отпустите, так страшный мор будет вам и умрешь, да и сам. И правда, тут настоятель-то испугался, да отпустил вас в мире, но через это время действительно случился на Соловках страшный мор, в том числе умер этот самый настоятель. Ну и летом 1813 года Авель прибыл в столицу, царь в это время находился за границей, принял его князь Голицын, о чём они говорили и тайно, конечно, за семью печателя. Но после этого царь в Дорисе снабдила ко всем необходимым и справедлива его полуночество по святым местам. Он вновь опять авиастранствовал, побывал в греческом охоте, в Афоне, в Константинополе, в Иерусалиме, а после авиастранции поселился в Троице Сергеевой Лавре. Ну, насидевшись, так сказать, вдоволь за свою жизнь по крепостям и тюрьмам, он решил, так сказать, более молчать. Как, кстати, не искушался, но решил молчать. Но, тем не менее, слава о нём гремела по всей Руси Великой, и толпами, значит, все стремились в эту Троице Сергееву Лавру попасть к этому авиаилю. Но он молчал. Вот сказал, буду молчать, и всё. И так он молчал 9 лет. Вот за 9 лет, значит, не слышно было вообще никаких пророчеств. Тем временем умер уже Александр I, и на престол зашёл Николай I. Ну, этот царь был круто расправом, монаха вновь схватили. В 1926 году, в 1926 году, он оказался в Суздальском Спасове Фимеум в монастыре, в темнице Онова. Вот про Толгопроса Авеля упоминается о пяти его написанных книгах. По другим источникам он написал три книги, но ни одна из них не сохранилась. То есть это всё в протоколах, в показаниях, в рассказах тех, кто видел их и так далее. Все вот они исчезли в 19 веке. Ну, как исчезли? Может быть, бесследно они не исчезли, но были и так упрятны, что найти их не представляется возможным. Сам же опальный монах скончался в 1741 году, так больше и не сказав ничего из своих пророчеств. Ну, как я уже говорила, так сказать, Николай II в Гащественном дворце ознакомился с завещанием, будто бы, Павла I. где было так написано в этом последнем пророчестве. На венец Терновой сменит он корону царскую. Предан будет народам своим, как некогда сын Божий. Война будет великая, война мировая. По воздуху люди, как птицы, летать будут. Под водой, как рыбы, плавать. Серые зловонные друг друга истреблять начнут. Измена будет расти и умножаться. Накануне победы рухнет трон царский. Кровь и слезы на пояс сырую землю. Мужик с топором возьмет безумие власть. И наступит в воизне казнь египетская. Ну, все пророчества, которые, знаете, сбылись. Но за своей пророчество, кстати, он заплатил немалую цену. То есть гонениями, заключениями, ссылками и так далее и так подобное. Видимо, миссия на него была такая возложена. Ничего он не мог с собой поделать. Знал, что его опять в темницу сошлют в очередной, так сказать, острог. Но, тем не менее, должен был поведать о своих пророчествах. Это удивительно. На сегодня все. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok